Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу покупки, которые сделала в фикс-прайсе, в парфюм-лидере и в обычном магните. В основном такие хозяйственные приобретения, но есть и кое-что интересное из косметики. Так, начнем с фикс-прайса. Первое, что я купила, это кондиционер для белья. Знаете, мне кажется, я потеряла чек из фикс-прайса. Так, это у меня магнит. А нет, есть. Есть кондиционер, стоил 79 рублей. Вообще классно, за почти полтора литра. Супер! Выбора особо не было. В пакетах там вообще я из коробки его достала, еще не распакованные стояли. Так, дальше. Для ванны купила частин. Ой, это Pima Lux, вернее. 68 рублей. Тоже хотела два взять сразу, но неохота тащить было тяжело. Ладно, обойдусь пока одним. Так, и нету моего любимого геля для мытья ванны от Homestar. Тоже, которую неделю захожу и никак нету. Так, потом обнаружила я, что у меня закончились дома губки большие. Тоже ванну я ими мою и обувь. Удобно, но они быстро так изнашиваются, поэтому частенько приходится покупать. Также купила две маленькие пачки салфеток от Котты антибактериальные по 24,70. И губку для обуви. Постоянно забываю. Обычная, бесцветная. Насколько хватит, настолько и хватит. 27,50. Можно было две, наверное, взять. Хотя они быстро высыхают. Какой от этого толк. В общем, такие дешевые покупки были. Всего лишь на 285 рублей это все вышло. Классно. Давно уже не выходило. Таких маленьких сумм. Обычно меньше тысячи никак. Ну, я сейчас просто часто в фикс прайс хожу. По мере необходимости. То, что заканчивается, то и покупаю. Так, дальше. Парфюм лидер. И магнит. Так, в парфюм лидере. Просто хочу большое сначала показать. Взяла вот такие вот влажные салфетки за 89 рублей. Поэтому решила взять их. Мне показалось, что это дешевле, чем в фикс прайсе. Ну, на 10 рублей. Но все-таки 120 штук. Давайте посмотрим. На работе у меня заканчивается. И я решила не брать антибактериальные в этот раз. Попробовать вот такие вот. Так, что-то я не понимаю, почему две. Ой, да тут их целая куча. Ну, в принципе, нормальные. Плотненькие такие. Пахнут тоже приятно. Что-то много я их тут навысовывала. Засовывала. Ну, если, конечно, они будут так вылазить, то это не есть гуд. Ну, ладно, уже купила. Вроде должны быть неплохие. Пахнут приятно. И также ватные диски. Тоже белая орхидея. Я почему и взяла салфетки? Потому что люблю вот эти вот ватные диски. То одно время их как-то не было. А сейчас появились. 110 рублей, 120 штук. Ну, чуть подороже, чем в фикс-прайсе. Но у них хорошее качество. Почему-то только в парфюм-лидере. Больше нигде я их не видела. По-моему. Так. В магните взяла... Ой, съез. Шампунь тоже всегда просматриваю. Что там на полочках стоит. Потому что часто бывают акции. И хорошие цены. Как вот, например, шампунь. 450 миллилитров, 270 рублей. Ну, дешевле некуда. Хороший шампунь раньше, по крайней мере, был. Мне нравится именно вот эта вот линейка для тонких волос. Поэтому думаю, что и этот будет хороший. Надеюсь, качество не изменилось с тех пор. Так. Еще взяла прокладки на Турелла. Тоже по акции были. Что-то рублей. 109, что ли. В магните. В обычном магните. 110 рублей. Брала в прошлый раз в фикс-прайсе. Ну, тоже неплохие. Но я привыкла к этим. Они мне больше нравятся. Ладно, их сюда поставим, чтобы не отсвечивали. Так. А еще одна такая нужная покупочка была. Это органайзер. Вообще, я хотела купить органайзер под косметику. Поменять косметичку, которую я собираю. Но не было в нашем фикс-прайсе такого, который я хотела. Но я потом куплю. Все равно в другой схожу. Там наверняка есть. Не помню. Но, по-моему, видела я в нашем, который возле дома. Но нет. И вот в ванну хотела какой-нибудь органайзер. Тоже ничего не нашла в фикс-прайсе. Увидела в магните. Вот один-единственный вот такой вот стоял. Стоил 100 рублей всего лишь. Мне нужно в ванну там всякие пилочки, ножницы. Всякую мелочевку сложить. Надо его помыть. Это он грязный такой. Я так понимаю, что разных размеров был бы еще побольше. Взяла бы побольше. Но думаю, что и этого будет вполне достаточно. Вроде ничего так симпатичный, удобный. А то сейчас прям в одном корыте таком лежит все с копом. Ладно, поставим сюда. Ну и теперь самое интересное. Вообще я пошла в парфюм-лидер за тональным кремом. Те тональники, что у меня были в запасах, оказались неподходящими. Поэтому срочно понадобился тональник. Я рылась-рылась на Валберес. Но на Валберес все равно надо ждать. И боялась я без затеста покупать. Решила все-таки пойти в парфюм-лидер. По многочисленным хорошим отзывам я решила попробовать вот такой вот крем. Ни разу его не брала. Это от Artvisage, устойчивый, матирующий. Ну, плюс посмотрела оттенки. Выбрала. Все там перемазалось. Самый светлый по итогу взяла. Слоновая кость. Вот он зафальгирован. Здесь, конечно, 25 миллилитров всего лишь. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда это он так спешит? Видите? От тинтов остались. Хотела я еще себе купить тинты от Artvisage. От Luxevisage. Но их вообще не было. Хотя, по-моему, мне кажется, до этого я видела. И в другом белорусском отделчике в магазине тоже не увидела тинтов. Но он тоже довольно-таки плотненький. Ну, ладно. Пойдет, в общем, на первое время. Хотела я еще от Evelyn с пипеткой такой крем попробовать. Тоже тестеры были, но подходящего оттенка не было в наличии. Поэтому закажу на Valberis. Этот на Valberis стоит 289 рублей. В магазине за 400 я его купила. Поэтому, ну, невелика разница, как говорится. Такой средний ценовой сегмент. Попробую хотя бы. Тоже хочется свое мнение о нем составить. Ну, нормальный, не светлый такой. Почему отказалась от своих тональников, расскажу. На следующей неделе, наверное, в пустых баночках. Все полетело в помойку. Так, ну и на Artvisage была акция. Значит, второй продукт от этой марки со скидкой 50%. И рядышком лежали тенюшки такие вот, типа спарклов. Ну, глиттер написано. Однушки я их все посвочила и обомлела. Сейчас покажу. Взяла я, ну, там всего лишь 6, по-моему, оттенков. Взяла оттенок 31. Называется полупрозрачный, а, сияющий тень для век. Полупрозрачная текстура, глиттерное сияние. Стоили они 301 рубль. И мне обошлись. 163 рубля. Может, не 301, может. В общем, 300 там с копейками. Это просто красотища. Они с такими зеленоватыми блестками, типа как хамелеон. Еще мне очень понравился такой голубо-сиреневый оттенок. Сапфир называется. Не знаю, какой тон. Очень красивый. Тоже его потом куплю. Просто денег была ограниченная сумма. Так бы взяла, наверное. Ну и также там есть такие более там светлые, такие какие-то бежевые, золотистые, коричневые. По-моему, 5 оттенков там было. Ну, особенно вот при искусственном освещении это вообще смотрелось. Не оторвать глаз, как говорится. Довольно покупкой. Сегодня накрашусь, наверное. Или в ближайшее время прям хочется поблестеть. Ну, я подумала просто, что вот этот оттенок наиболее часто я буду использовать, чем синий. Поэтому взяла его. Потом, может быть, еще и тот возьму. Потому что тот тоже очень-очень красивый. Так, ну и давно, давняя моя хотелка, как говорится. Очень я хотела эту пудру приобрести. Коллаген. Смотрела везде. И на Валберисах. Ну, там очень много подделок. И в Литуале. В Литуале, по-моему, меньше, чем за полторы тысячи я не видела. И вот в Парфюм Лидере у нас есть стойка с косметикой. Вот это вот. Вот она. Там были тестеры. И на тональники. И на пудры. И цена была у нее 799 рублей. Учитывая то, что здесь есть запасной рефил, получается, вы как бы покупаете две пудры. Я бы думала, что ниже цены. Я никогда больше не увижу нигде. Поэтому надо брать. 13 тонн взяла, естественно. Ну, их всего два. Один посветлее, другой потемнее. Обалденно красивая, конечно, упаковка. Давно хочу уже компактную пудру. Надоело мне рассыпчатая. Хотя, я тоже ей буду пользоваться. Так вот, открывается она. Понравилась текстура и цвет. Классная. Буду с удовольствием пользоваться. Красивый вообще цвет вот упаковки. Так, ну и рефильчик запасной, конечно. Не потерять бы его. Сделано в Корее, естественно. Это энзимная увлажняющая пудра с морским коллагеном. Подстраивается по тону кожи. Скрывает недостатки, веснушки, пигментные пятна, неровности кожи, акне, постакне. Компактная пудра выравнивает тон лица, обеспечивая безупречное гладкое покрытие без жирного блеска. Пудра рассыпчатая для лица состоит из мельчайших частиц, легкой текстуры для создания тонкого равномерного слоя. Придает коже упругость и эластичность. Надеюсь, что я с удовольствием буду пользоваться этой пудрой. Ну, здесь, кстати, вот она, смотрите, как забилась прям на руке. Ну, я не знаю, тут еще тени и все на свете. Ладно, посмотрим, как это будет все на лице выглядеть. Я очень покупками довольна. Не терпится положить в использование, поэтому решила вам сразу все это показать и отправить в косметичку. Так, нужна мне еще салфетка. А вот насчет тинтов, это я тинты смотрела от Белор Дизайн. Ну, там не то, что я хотела. И какие-то огромные тюбики прям, поэтому не стала покупать. Ну, вот смотрите, как долго держатся. Это уже часа четыре прошло, наверное, после того, как я их попробовала в магазине. Все, вроде бы все озвучила, все цены, все рассказала, все показала. Всем большое спасибо за внимание, за просмотр. И до новых встреч на моем канале. Всем пока. До новых встреч на моем канале.